Нижний Новгород пышно отпраздновал своё 800-летие. В программу праздника, помимо стандартного в таких случаях масштабного благоустройства, включили и чисто автомобильные мероприятия. Ведь Нижний, считайте, историческая столица русского автомобилестроения. Элегантный выезд назвали «собранием классических автомобилей», а организатором выступило историческое сообщество «Горький классик». Поклонники и любители марки «ГАЗ» привезли в Нижний Новгород отреставрированные машины разных лет выпуска. 97 экипажей представляют весь модельный ряд Горьковского автозавода – легковые и грузовые машины, начиная с самых ранних легковых фаэтонов «ГАЗ-А» и полуторок «ГАЗ-АА» 30-х годов и заканчивая «Волгами» постсоветской эпохи. В фестивале приняли участие и редкие автомобили, в том числе седан «ГАЗ-6» – первый легковой кузов, разработанный на «ГАЗе». «ГАЗ-12ЗИМ» – первый в мире серийный седан с тремя рядами сидений и несущим кузовом. Кареты скорой помощи на базе универсала «ГАЗ-22» «Волга», машины времён Великой Отечественной войны. Старые автомобили, в сущности, вернулись на родной завод. Участники собирались на площадке готовой продукции «ГАЗа», проехали через ворота главной проходной, попали в тот самый исторический, а вообще-то самый современный конвейерный цех, где когда-то собиралась легендарная полуторка «ГАЗ-АА», а теперь новейшей «ГАЗели» поколений «НЕКСТ» и «НН». Затем колонна выехала из ворот «ГАЗа», в парадном строю прокатилась по улицам города к «Стрелке» – месту слияния «Оке» и «Волги», где машины выстроились в выставочную экспозицию и стали частью общегородского праздника. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор дал большое интервью телеканалу «Тольятти-24», из которого мы узнали, что приостановка конвейеров на головном заводе продлена. Напомним, что производство встало ещё 23 августа, вроде бы на три дня, но пауза затянется. 2 сентября возобновится производство внедорожников «Нива Тревел» и «Нива Ледженд». В тот же день запустят конвейер «Гранты», а вот линия «Биноль», где собирают «Ларгус», «Икс Рейл», «Лаган» и «Сандеро», заработает только 6 сентября. В итоге счёт невыпущенным машинам пойдёт на десятки тысяч. Как оказалось, в июне-июле производственную программу уже урезали на 14 тысяч автомобилей. И 10-дневный простой в конце лета тоже обойдётся не меньше, чем в 10 тысяч штук. Непосредственная причина простоя — глобальный дефицит микросхем. А если быть точным, то речь идёт о модулях АБС, которые поступают с завода Bosch в Самаре, но комплектующие получают из Малайзии.